Закатал Твоя сына хочет быстро? Не надо быстро, она ещё не умеет рулить Я ей как-то буду рулить Она ещё повернёт резко и упадёт Ты же её учишь ездить пока, правда? Ты же уже умеешь научить сестру теперь ездить Что, ты хочешь понаследла? Подержи мотоцикл, она слезет Он хочет, чтобы она правильно сидела, да? А, ты хочешь погадать, как надо ездить? Ну, покажи Покажи, как профессионал ездит Ты же за нос умеешь? Ну-ка давай ещё раз Боком прям Как в брифте настоящем Ника, дочь Ты такая красивая девочка Кто это? Черепахи Одна смелая черепаха, вторая несмелая Одна будет сидеть вот так, а вторая сейчас поползёт Это Микки А это Рафаэль У нас первый Микки был? Рафаэль Рафаэль? Точно? Значит, вот это Рафаэль А это Микки Смотрите, сейчас поползут Один поползёт, второй не ползает Почему-то Что происходит? Никош Никош Смотрите, что делать О! Они вдвоём ползут! Смотри, вдвоём ползут, прикинь? Такого ещё не было Да, года такое было Я сто лет такого не видел Так я не видел Значит, теперь я запутался Где Рафаэль, а где Микки? Вот это Рафаэль Какой из них Рафаэль? Ты, Рафаэль? Им бы побольше аквариума Они бы ещё больше выросли Да, Никош? Погладь Погладь его Погладь черепашку Ника Погладь черепашку Смотри, как же и тот шею взялась уже Угу Вот это Микки пошатал Вот это Рафаэль Я правильно сказал Смотри, куда он хочет залезть Под кровать Вот это Микки пошатал Чи Черепаха Чи Чи, правильно говоришь Чи Смотри, как тот важно ходит На лапах прям Этот ползёт А тот ходит прям Угу Куда ты? Помыть его хочешь? Мне кажется, он не чистый Хозяйка Всё, запускаем вас домой Чисовались чуть-чуть Чистенькая водичка А ты чё, уже заныкался? Оп Всё, в чистенькой водичке они, да? Ой, как им хорошо сейчас будет Будут сейчас веселиться они у нас Раф уже на камни полез Микки плавает Сейчас будем мыть аквариум для рыбок Он уже очень грязный Хозяйка Может не мешайте пока? Мм? Как вы? Кака-ка Что кака? Ух терепашки на спасаешь их смотрите какой еще сюрприз у нас мы все хотели к моим родителям отвезти сама всажал q и они уже три недели наверно у нас тут живут все хорошо они все в порядке смотрите не живые не плавать у них кушают даже чуть чуть правда кушать на кушают я не знаю нашими этими болячками сменить с моей пневмонии и не знаю когда мы попадем к моим родителям как мы моем аквариумы пока тут грязная вода достаем большие камушки все что тут такое большое есть губкой промываем полностью стекло потом меняем воду я на меня это все очень любит аквариумы мыть говорят не всегда ты можешь что когда ты мыл давно мол но мыл не всегда ты мой ты каждый месяц дома потому что всегда и ты не моешь да ника пошли посмотрим что папа делает покажу тебе интересную штуку что вот этой стороной штукенция стоит к нам на нее смотрим всегда на грязные чего я обратил внимание это по дельфинам тем дельфины с другой стороны тоже чисто почему так смотри он как у новой с этой стороны дельфин тоже тоже грязный и 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 она говорит я тушу овощи Ну, просто смешно было, куда я зашёл. Я просто хотела. Поздно. Надо было сгостать ей днём. У меня сейчас так растворит быстро. Что? Там ничего не горит. Классно просто смотрится так. Что, компот растворился? Ты прям поварёша. Да. Ты такая мерзатая. Вот такие косички красивые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Заказник Средняя Припять. Ландшафтный заказник республиканского значения Средняя Припять. Создан в 1999 году. Расположен в Столинском, Ламининском, Кампинском районе Брестской области, а также в Житковичском районе Гомельской области. Средняя Припять это крупнейший в Европе участок речной поймы, который сохранился в первозданном состоянии. Заказник создан в среднем в течении главной водной артерии Полесья реки Припять. Протяженность участка около 120 километров. Какой орол. Ну что, далее я сниму озеро. Конечно, это часть озера. Я все озеро не смогу снять. Но, насколько будете его видеть вы. Попробуем. Побросать спиннинг. Это сторона, которая ближе к нам. Побросаем спиннинг. Посмотрим. Можно закинуть вязочку на фибер попробовать. Так что, вперед. Попробуем. Ну что, по проблемам. Продолжение следует... Друзья, обидно. Телефон показывает низкий уровень зарядки. Обидно, если не получится снимать. Но будем снимать до победы. Достал удочку. Забросил с кормушкой. Будем наблюдать, будем смотреть. Вот, колокольчик повесил. Если что-то цепанет, будет он звенеть. На спине слабовато. Надо одевать забруды. И сходить вдоль берега, побросать по кустам. Надеюсь, что что-то будет кревать. Как я и говорил, уровень батареи слабый, низкий. Так что телефон может выключиться в любое время. Колокольчик молчит. Пойду одену заброды. Пойду, похожу вдоль берега. Друзья, немножко рыбалки. Вот когда на пару часиков выскочил на озеро, на удочку, фибер. Смотрите, вот она рыба. Похолодало. Начала, человек, она двигаться. Пару карасиков. Лещ такой хорошенький. Будем коптить его на выходные. И судачок. Так что мы с рыбкой. Буду коптить леща. Обязательно сниму видео. Зверьков в сарае покормили. Осталось покормить домашних. Насыпал корм. Они на звук прибежали. Маруся, а ты чего? Маруся сидит. Ждет приглашения. Маруся, идем кушать. Маруся, кс-кс-кс. Маруся. 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 Идем, идем. Идем, идем, Маруся. Идем. Маруся. Маруся, бегом. Вот и все. Дуня, Дуся и Маруся. Кушай маленько. Кушай. Ужин. Сейчас молочко налию. Поставил весы. Насыпал соли. Сейчас соль высыпаем в кастрюлю. Воду кипятим. Заправляем приправами. Перец, лавровый лист. И туда, после того, как она остынет, опускаем рыбу. После того, как рыба вылежит плюс-минус 20 часов, мы ее будем коптить. Вот достал рыбку, которую вчера мариновали. Повесил ее в гараже, чтобы она обсохла. Съезжу сейчас по-бырому на дачу, на хутор. Приеду и буду коптить. Вот я заскочил на хутор. Это наш летний лагерь. Вот, что у нас еще здесь осталось. В основном мальчики. Пару девочек еще, которые вот-вот должны окатиться. Петрович? 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 Не хотят разговаривать. Шу-шу-шу. Шу-шу-шу. Так, что скоро будем перевозить всех на зимние квартиры. Сейчас схожу на пожарный водоем. Здесь у нас узле хутра недалеко. Я там заметил, что бобер орудует. немножко поснимая шушу и друг петруха петруха пошли здесь раздолье есть где погулять побегать вот это уже хутора типа пожарный водоем на случай если загорится болото или лес я проезжал и заметил что бобрик вырезался тут очень много было деревьев по кругу сейчас выкашивает все подряд буквально за лето до буквально за лето вот его и жилище домик это кормовая база смотрите как все уложено ствол идет вовнутрь в домик он сидит внутри кушает подтягивает потихоньку развернуть ветки будут упираться неудобно а так за ствол тянет потихоньку кормится здесь он вылазит и вот там тоже ходы все вырежет и там повалился на работник работа и работа сколько лозы на болоте покуда вырезает возле домика прибирает сосну повалил хотя сосну они редко валят все грызет все грызет а вот такие вот дела как он точит Вот. работник заготовка на зиму идет у него все поедем коптить рыбу вот друзья приехал с утра поставим все что нам надо первая у нас будет щучка а наверх сюда я сейчас положу леща вот я снял красавца нашу мы ложим его сюда наверх я ему немножко обрезал хвостик и чуть-чуть носик чтобы не опирался все у нас все готово закрываем крышечкой и готовим топку будем разжигать далее расскажем что будет происходить колодочки небольшие затем подбрасывать когда уже температура будет хорошая для того чтобы больше много огня не было чтобы не горело чтобы в этом и лассе ну друзья мы распалили на распалили процесс пошел дровишки разгорятся и как всегда когда дым пойдет из-под этой крышечки мы начинаем отсчет времени для копчения барашки на отдыхе кто где кто кушает кто лежит все будем наблюдать и снимать процесс пошел из-под крышки начинает идти дым все начинаем отсчет времени камушками я сверху выложил что плотнее крышечка было хорошо уже дымит заработала ждем с дождем с курочки курочки гуляют барашки гуляют солнышко вышло всем весело ждем с работает все работает температура не должна быть слишком высокой надо чтоб можно было прикоснуться и держать и сильно не поднимать от этого зависит все копчение цвет рыбки проверим какой аромат я думаю вы его тоже слышите вкусняшка еще чуть-чуть еще немножко и будет все готово ну что друзья настало время посмотреть и оценить или достаем или еще немножко подержим кульминационный момент будет много дыма вот она я думаю достаточно но я думаю достаточно загорела отменно южный берег крыма достанем чтобы проветрилась полежала на воздухе еще у нас здесь щучка конечно вот такая щучка немножко пристынет проверить занесем в доме это заправил по новой вот меня кое-чем угостили деликатес будем коптить покажем результат вторая закладка достаем смотрим что у нас получится по времени как бы должно быть у нас так что кто угадает что за такое пишите туда готовилась наша последняя закладка но и какая рыбка получилась она уже провеяло просохла и цвет так что еще раз говорю кто угадает что это такое пишите а завтра мы будем еще кое-что готовим цвет бомбический думаю вкус будет очень 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 шикарный чем занимаешься а дети где у бабушки мы типа ночили на расслабоне ну что будем заканчивать наш ролик пока мы еще все дома на больничном слава богу идет на улучшение все вот здесь скоро мы начнем вас радовать роликами мы уже прям прям закроем глаза и спим и видим как мы уже переедем свой дом это просто какая-то пытка ну ничего документы уже нам передали дедушка с бабушкой слава богу что там есть и они их забрали на наш котел все будем ждать приемщиков обещали на следующей неделе приехать и недостатки если будут то надо будет их кратчайшие сроки устранить надеюсь на этом все начнем 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 наш переезд быстрее бы уже уже очень очень хочется жить в своем доме чтобы детки гуляли на улице то сами понимаете что даже если мы выйдем на площадку эту площадку перетрогала куча рук детских это ну как бы сейчас нам нельзя болеть потому что иммунитеты ослаблены сейчас детки допьют свои лекарства и мы будем покупать им комплекс витаминов и сейчас мы так плотно заставляем их есть различные сезонные фрукты слава богу что едят их и покупаем и овощи им но Никуша ест много овощей а Тимур как-то огурцы только ну ничего будем стараться как-то поднять иммунитет конечно в идеале бы слетать на море но надеюсь в скором будущем это тоже случится потому что уже даже реально по здоровью надо как-то поднимать иммунитет даже мы уже какие-то стали много болеть все надеюсь скоро Тимур уедет к дедушке с бабушкой и уже будут радовать нас роликами совместно все подписываемся на наш канал ставим лайки дальше будет только все интереснее мы переедем в деревню и будут ролики с деревней может будем заводить какие-нибудь живности да муж мы здесь будем смотреть там будет дедушка бабушка бабушка у нас как вы знаете любит печь всякие вкусности готовить всякие блюда она находит поэтому будет рубрика будем снимать вкуснейшие рецепты поэтому дальше все только интересно все всем пока-пока-пока спасибо 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 спасибо